привет всем привет я вас приветствую на нашем канале мы в испании с вами я татьяна и сегодня тема нашего ролика будет как выбрать недвижимость в испании грамотно выбрать будем опираться на ролик местных на опыт местных людей на опыт испанцев собственно говоря возьмем их опыт так как они принципе местные жители знают о чем говорят ну и кратко пройдусь по тем моментам которые нужно учитывать при покупке жилья в том числе этим они наш сосед из мадрида мы с ним как-то разговаривали с алексеем вот спрашивали про недвижимость про особенности недвижимости а сегодня просто хочу сказать пункты важные на которые он говорил обратить внимание если вы покупаете недвижимость на юге или либо на севере самое основное недвижимость на юге она предназначена для того чтобы как бы спасаться от от жары и основном но это андалусия да там мурсия и валенсия а то есть спасаться от жары соответственно надо учитывать теплоизоляцию в доме и нужно учитывать вентиляцию в том числе я расскажу сейчас немножко позже почему вентиляция тоже здесь важно ну а на севере соответственно жилье для согревания больше потому что больше дождей больше холодов есть где-то снега соответственно там нужно учитывать еще такой фактор как отопление по опыту проживания в южном регионе в юго-восточном регионе что это у нас валенсианский коммунидат могу точно сказать что действительно важно учитывать при приобретении жилья момент теплоизоляции здесь с этим очень плохо мы вот уже спросили почему он говорит но все-таки это южное жилье она больше для отдыха поэтому она не для постоянного проживания и здесь как бы она делалась так ну чтобы меньшими тратами но больше маржу получить из-за налогов и так далее то есть такая особенность не все дома хорошо хорошую теплоизоляцию имеет я бы даже сказала что там может быть один процент домов за последние там пять лет которые мы видели использовать теплоизоляцию это не такую качественно как хотелось бы да как говорят строители нужно использовать это удешевление но на самом деле это очень важно потому что если плохая теплоизоляция соответственно у вас летом в жару а когда вы охлаждаете помещение она быстро нагревается и небольшие теплопотери идут соответственно расход электроэнергии и так далее и тому подобное если нет солнечных панелей а вы берете из сети то это будет стоить вам больших денег ну и второй фактор если у вас плохая теплоизоляция и плохая приточная вентиляция может образовываться плесень кстати здесь этим грешит жилье обращайте внимание при приобретении особенно вторички а что может быть нас на стенах в районе окон в районе каких-то закрытых ванных там помещений подвальных помещений может образовываться плесень если если нет хорошей теплоизоляции если нет хорошей вентиляции то есть поток воздуха он где-то застаивается плюс влага здесь на побережье достаточно сильная особенно в августе месяце и соответственно материалы были использованы дешевые мы обратили внимание что во многих во многих объектов недвижимости не используют должным образом декоративные материалы которые предотвращают образование плесни то есть есть такие обработки для стен есть краска соответствующая против плесени вот он тоже сказал нам наш сосед что обращайте на это внимание и если вы строите новое жилье то соответственно учтите вот эти моменты на юге как теплоизоляция вентиляция приточная хорошая вентиляция и качественные материалы которые для декоративной отделки внутренних помещений ну я обращала внимание всегда на стены на все вот испанец нам сказал что вращать внимание тоже на крыше они должным образом должны быть выполнены потому что тоже вот это все способствует опять тем факторам которые я вам сказала то есть летом тепло как бы холод неплохо держится зимой соответственно может быть прохладно в этих помещениях влажно и так далее то есть должны быть качественные материалы для для постройки дома для строительства вообще недвижимости а север обращать внимание надо все-таки на элементы отопления как отапливаются дома но там из-за того что там все-таки прохладнее и астурии страна басков и кантабрия до вигу там мы встречали действительно жилые объекты которые отапливаются и газом газовое отопление есть и центральное отопление где-то есть камины соответственно то есть у них вот все таки как бы важно не только теплоизоляция чтобы было хорошие толстые каменные стены которые не пропускают зимой холод удерживают тепло но еще и сам сам элемент обогрева чем юг отличается здесь вся недвижимость она в основном обогреваются от вот как эти кондиционер тепло холода то есть основном это южная недвижимость это дачные объекты скажем так все вот эти белые домики кубики как я их называю они виллы да они сделаны для летнего проживания может быть что-то там уже учли как бы строители и владельцы что-то переоборудуют но тем не менее даже белый цвет домов вот мадриде мы такого не встречаем на севере тоже он сказал ну потому что это юг это для того чтобы отражать солнечный свет принципе мы и сами это понимали чтобы дома не нагревались внутри чрезмерно летом жару особенно вот андалуси если где жара и еще один лайфхак от испанцев от местных если вы строите допустим здесь новый дом под себя строите новый дом либо выбираете уже какой-то дом то еще обращайте внимание на то чтобы можно было его как бы оснастить теми средствами которые позволяют в принципе использовать все средства которые позволяют использовать энергию с учетом на юга до солнечную энергию то есть что я о чем я говорю то есть это какие-то верхние соляриумы какие-то террасы сады солнечным с хорошим солнечным освещением то есть там чтобы можно было установить либо солнечные панели то есть южное направление соответствующее да то есть либо пера перголы установить куда можно установить уже солнечные панели чтобы можно было дом запитать от солнечной энергии зеленой энергии что позволит вам оптимизировать ваши траты на отопление дома, на обогрев дома, на охлаждение дома, то же самое на полив, на обогрев и охлаждение бассейна. То есть все вот это нужно учесть. Кроме того, чтобы он был оснащен и, может быть, вы захотите в дальнейшем приобретать электромобиль, а может быть не один, может быть это гибрид, но неважно. То есть какие-то современные инсталляции можно было уже либо предустановить, либо сразу спроектировать, где у вас это будет находиться. Потому что в дальнейшем уже будет сложнее все вот это, знаете, переносить стены или куда-то как-то что-то тянуть, то есть чтобы на стадии строительства тоже это учесть. Почему? Мы, в принципе, всегда об этом говорили, мы это знали, но было очень интересно послушать местного человека, потому что он говорит, у моих родственников большой дом, как раз вот в коммунидаде Валенсия, это брат его там с семьей, и как раз у них есть как раз и солнечные панели. Дом был приобретен ранее, когда еще не было такой движухи с солнечной энергетикой, и пришлось очень много делать различных лишних движений, дополнительных трат, лишних движений. Он говорит, что если вы вдруг задумаете строить новый дом, то на стадии проектирования сразу учтите, и вот такие технические задачи ставьте перед своими проектировщиками, там, я не знаю, архитекторами. Кто приезжает сейчас только в Испанию, для вас, наверное, это будет очень важно и интересно, потому что мы об этом говорили года 3-4 назад, и сейчас я хочу сакцентировать ваше внимание, вновь приезжающих на том, что на юге основная проблема – это плохая теплоизоляция, плохая вентиляция, что ведет в свою очередь к образованию плесени, сырость в домах. Ну и вы понимаете, что плесень – это заболеваемость, это аллергия, это может быть астма, это какие-то еще заболевания. Поинтересуйтесь у врачей, это действительно очень вредно, поэтому это очень важный фактор, на который стоит обратить свое внимание при покупке нового жилья, жилья с историей, либо строительство нового домика, вилочки, апартаментов под себя любимого. Дорогие друзья, у нас немножко разрядился микрофон, но я надеюсь, меня будет хорошо слышно. Что самое главное, то, что мне подсказал Алексей, у него есть знакомый, который имеет образование такое научное, то есть он физик, и он сказал, что с научной точки зрения еще один момент, который очень важно учесть при покупке или постройке своего жилья. Жилье должно быть оснащено тепловым насосом, который оборудован фан-койлом. Что это такое, я не буду впадать в подробности научные, вы можете загуглить всегда, но суть в том, что если вы имеете дом большой, допустим, вы можете позволить финансово охлаждать его кондиционером, то воздух у вас осушается, и это очень вредно для здоровья, то есть, в частности, для легких. Так вот фан-койл, он не дает вот этот тепловой насос фан-койлом, он не дает такой пересушки воздуха, и он оставляет возможность функционировать вашему организму нормально, то есть вы не будете портить свое здоровье. Нормальная влажность. Да, нормальная влажность, не пересушенный воздух, и не будет как-то порчи легких, потому что наши легкие, они должны дышать, ну, воздухом таким естественным. Да, некоторые, кстати, еще в Питере ставили арктические установки. Вот именно с этой целью у нас были знакомые, которые в своем загородном доме ставили арктическую установку, чтобы воздух был чистый, чтобы он, соответственно, не переохлаждался, не пересушивался. И знаете, как, ну, поэтому он так и назывался, такой арктический, чтобы и влажность была там нужная, все очень действительно легко и хорошо дышалось. Так вот это тоже очень важный фактор, на который обратите, пожалуйста, внимание при покупке дома или при строительстве дома. Может быть, это затратно, но зато очень полезно нашему организму. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, на этом все, раз у нас сел микрофон. Зато вы слышите звуки природы, наверное, ветерок. Хорошая погода у нас в сентябре 2024 года. Это 26 градусов, периодически дождь, но уже нет такой палящей жары и влажности. В общем, самая приятная погода для нашего организма. Ну и на этом все, дорогие друзья. Немножечко я вам рассказала о том, на что обратить внимание. Может быть, маленькие пунктики, которые разнят с севера от юга в плане недвижимости. Возможно, вы это знали, но надеюсь, что этот ролик вам полезен. Тем более, что на эту информацию с нами, этой информацией делился местный житель. Так что всем удачи, добра, хорошего настроения. Чао-чао. Адьес, амигус. Увидимся вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok